Здравствуйте, коллеги! Я это понял уже немножко раньше, поэтому из названия доклада я это убрал. Но изначально это то, что я получил в гистологическом заключении. Потом уже в процессе анализа случая и общения с коллегами-патологами я немножко изменил информацию о пациенте и его гистологическом заключении. Итак, с чем мы имеем дело? С пациенткой 65 лет, у которой при флюорографическом исследовании выявлено изменение в нижней доле левого лёгкого. У нее нет никакого серьёзного лёгочного анамнеза, никаким течением жизни не курил, не работал на вредных производствах, не имел лёгочных заболеваний и ранее онкологическая патология у неё не выявлялась. При компьютерной томографии было выявлено периферическое образование на границе 6-9 сегмента левого лёгкого. Структура образования, как мы видим, двухкомпонентная, преимущественно солидная, с такими тяжестными контурами и частично структур матового стекла. Размеры образования максимальные 26 на 19 мм. Лимфоденпатии по данным КТ мы не выявили. Пациенту проведено было обследование, о котором подтвердилось отсутствие какой-либо другой онкопатологии, выполнено бронхоскопия с лаважем смывом с бронхов и злокачественных клеток не получено. Выполнена трансторакальная корбиопсия по назначению онколога и торакального хирурга, однако, к сожалению, не могу представить с ним к биопсии. Биопсия была выполнена из более периферических отделов образования, и злокачественных клеток в биоптате не было выявлено. Верно только периферические изменения. Но так как картина была очень характерна для злокачественного опухоли лёгкого, было принято решение о повторной биопсии, однако пациент отказался от биопсии. Продолжили её наблюдение, и уже через 3 месяца мы отметили увеличение периферического образования. лимфоаденопатии, его размеры увеличились по длинной оси до 31 мм. А лимфоаденопатии также ещё не было выявлено. Выполнена повторная трансторакальная биопсия, и уже здесь получены клетки аденокарциномы. Как я уже потом выяснил у патологов, это тот вариант, что, соответственно, был выявлен, это стелющиеся такие вот по альвеолым клеткам. Соответственно, после полирешения консильма, мультидисциплинарно принято решение о хирургическом лечении пациентки. Пациентке была выполнена нижняя лобоктомия, лимфоаденоктомией. По результатам исследования, всё-таки аденокарцинома была с преобладанием размерами до 3 см, с преобладанием инвазивного компонента. Размеры инвазивного компонента где-то около 23 мм. В удалённых лимфатических узлах опыльных клеток не получено. И, соответственно, стадирована была как Т1С, уже патологически по новой 8-й ТНМ классификации. Ну, как такое дополнение? Сейчас, в общем-то, доказана корреляция того, что мы видим, как уже ранее объяснялось, между изменением на КТ и инвазивного компонента на патогистологическом исследовании. То есть по мере увеличения соленого компонента в очаге, уменьшение объёма в объёме вот этого частично матового стекла увеличивается вероятность выявления более инвазивного аденокарциномы вместо стелющегося компонента. Однако это не всегда совпадает. То есть в первичной биопсии из участка массового матового стекла и возможного стелющегося роста мы получили фиброзные изменения, а при повторной биопсии из участка солидного мы получили такой вот стелющийся рост. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Вопросы, комментарии? Да, вот давайте с вопросов начнём. Не забывайте сразу представляться. Спасибо большое. Ларин Виктор, город Краснодар. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А учитывая отрицательную динамику, то есть увеличение размеров опухоли, отсутствия лимфоденопатии, не принималось ли решение о операции сразу, без верификации процесса? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не предпринимались ли какие-то другие попытки верификации, например, браж-биопсии из зоны новообразования при бронхоскопии? У вас есть данные о клинической... о жизни, о анамнезе заболевания этого пациента? Или данная презентация ограничена только... Нам надо сказать, до выявления. ...потоморфологическим. До и после. До, насколько я знаю, это находка случайная была у пациентки. Просто вопрос о дальнейшей тактике этого пациента. Вы обладаете такими данными? О дальнейшей тактике вот сейчас на конкретный момент я не могу представить. Но, в принципе, может быть, мы тут вместе можем решить, в принципе, если это Т1, а Н0, М0, я не знаю, насколько. Тут вопрос даже, может быть, вы прокомментируете. Как бы вот в вашем центре вы бы или этого пациента? Мы бы, учитывая отрицательную динамику новообразования, отсутствие лимфоденопатии и других фокусов, мы бы его прооперировали сразу, и мы не стали бы верифицировать этот процесс, потому что по КТО очевидно, что это злокачественная опухоль, ну, предварительным данным, да, который при отсутствии даже морфологической верификации. У нас в центре, ну, такая тенденция есть, что старайтесь получить сначала верификацию образования, да, а уже после этого выполнять оперативно или какой-либо другой метод лечения. Да, пожалуйста. Павел Короткевич, город Минск, мы тоже прокомментируем случай. На мой взгляд, по КТО картине абсолютно патогномоничная для рака картина периферическая, лучистый контур, субсолидный очаг. В нашем центре мы бы тоже не прибегали к попытке предоперационной верификации, шли бы на операцию, даже не имея верификации. Но объём операции полностью согласен в виде ассистированной лобофтомии. То есть это всё оправдано здесь. Ну, вот единственный вопрос, насколько была оправдана выжидательная тактика. Ну, выжидательная тактика, да. Ну, это, наверное, принимали решение те клиницисты, которые наблюдали этого пациента. Там выжидательная тактика, на самом деле, я о том говорил, это, в общем-то, пациенткой была обусловлена, то есть её отказом каким-то по первой биопсии, да. Но зато мы могли посмотреть именно динамику самого процесса уже в достаточно коротком промежутке наблюдения её. Спасибо. Ну, ещё интересно, на мой взгляд, то, что картина бронхиологиолярного типа, по старой классификации, как вы сказали, аденокарциномы, при этом превалирует солидный компонент в опухоли, что, как бы, не очень сочетается, на мой взгляд, результаты рентгенологической картины и морфологического заключения. Ну, не всегда это совпадает даже. Да, абсолютно. Есть тенденция, но совпадение не стопроцентное, о чём я и хотел сказать, в общем-то. Хорошо, спасибо за это. Анна Сергеевна, вы как-то прокомментируете, когда коснулось тут уже мнения патолога по данному пункту? Да, всё-таки я попрошу вернуться к нам. Не уходите, пожалуйста. Я думаю, что здесь вопрос в плоскости, наверное, щепетильности, как со стороны рентгенологов в описании их данных, так и со стороны описания данных морфологов. Вот поэтому я так думаю. И тогда, Ксения Сергеевна, тогда уже ваше заключение, как эксперта по поводу данного клинического случая. Будьте добры, включите ещё раз презентацию. Коллеги технической поддержки, запустите, пожалуйста, ещё раз презентацию. Сейчас пролистаю только для коллеги. Ксения Сергеевна, вам какой слайд лучше оставить для комментариев? То есть мы видим, что в периферическом отделе нижней доли левого лёгкого располагается преимущественно солидный узел с лучистыми контурами. Конечно же, бы хотелось посмотреть ещё бронх, но тем не менее это не вызывает никаких сомнений, что это периферическая аденокарцинома. И мы бы так писали заключение. Спасибо большое. То есть больше комментариев нет. И к нам поступил ещё онлайн вопрос. Проводили ли молекулярно-генетический анализ опухоль и нужен ли он в конкретном случае? Я думаю, что мы нашим коллегам, хирургам, мы ваше мнение хотели бы услышать из Краснодара. Будьте добры. Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы проводим иммуногистохимию в том случае, если опухоль начинает прогрессировать. Мы тоже не делаем всем тотальное иммуногистохимическое исследование, потому что мы не всегда знаем, пригодится ли оно заранее или нет. Нет, нет, и тут касается молекулярно-генетический анализ при неметастатических формах рака лёгкого. Ещё раз. Включён ли в диагностический алгоритм? Да, будьте добры. Вот, передайте микрофон, пожалуйста. Данила Фиталий Владимирович, Краснодар. Ещё раз представлюсь. У нас по программе абсолютно все аденокарциномы, пациенты с диагнозом аденокарцином, независимо от стадии, прооперированы, не прооперированы, не все 100% идут на генетическое исследование. Но это программа, а в рутинной клинической практике надо ли больным ранним стадиям с аденокарциномой отправлять материал на молекулярно-генетическое исследование? Или это прерогатива при метастатических формах аденокарцинома? Мы считаем, что мы абсолютно всех отправляем. То есть если есть аденокарцинома первичная, если это начальная стадия, пациент прооперированный, мы отправляем весь материал на молекулярно-генетическое исследование. Получаете информацию раннюю стадию? Это изменит как-то тактику в отношении назначения лекарственной терапии? Ну это больше вопрос химиотерапевта, мы не занимаемся химиотерапией, у нас это разделено. Хорошо, химиотерапевты в зале есть, могут прокомментировать? Да, пожалуйста, дайте микрофон, пожалуйста. Ранние стадии. Насколько целесообразно по существующим алгоритмам назначать молекулярно-генетический анализ или всё-таки это оставить при случае метастатической формы заболевания? Мы всё это прошли уже и достаточно давно, что мы отказались от этой методики, что в одевант ранней стадии смотреть мутацию лишняя трата денег, по сути дела, и она не оправдывает себя, потому что получите вы этот результат, химия всё равно не зависит от мутации, то есть на одеванте, как идёт со второй B стадии, так и найдёт, есть мутация, нет мутации. То есть мы смотрим мутацию только третьей B, четвёртой стадии, потому что там действительно таргет назначается, а так вот просто так посмотреть для интереса, ну какая-то база создавания, так она всё равно может изменяться, мутация может пропасть, что угодно, то есть метастаза, как коллеги научатся, может изменяться структура. Поэтому мы не увидели большого смысла в этом и как бы ушли от этого. Простите, как вас зовут? А, извиняюсь, Яникеев, Рафаэль, Казань. А ещё раз по имени-отчеству? Рафаэль Фаридович. А, ну я плохо расслышала, плохо слышно, но я полностью разделяю, мы же действуем как? На основании тех рекомендаций, кстати, рекомендации по раку лёгкого, которые изменяются каждые три года, сейчас представлены на сайте, и кроме того у нас существуют и международные рекомендации. И согласно, вот вы совершенно правильно сказали, при ранних стадиях, определение молекулярно-генетического анализа, когда речь идёт о излечении пациента, не входят в стандартные рекомендации. Хотя в нашем центре, да, проводится работа в отделе Евгения Владимировича Левченко, но это больше носит такие поисковые характеры. А в стандартной рутинной практике в данном конкретном случае, как правило, не используется молекулярно-генетический анализ. Спасибо большое за комментарий. Поблагодарим ещё раз докладчика. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.